Вечер 14 января 2024 года. В социальных сетях появляются первые сообщения. Над Азовским морем пропала связь с двумя российскими самолетами-разведчиками. Первые предположениям под огонь вооруженных сил Украины попали А-50 и Ил-22. И уже утром следующего дня командующий воздушными силами Николай Алищук написал в соцсетях. Это вам за Днепр. Пока без деталей. Чуть позже на поражение цели противника отреагировал главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный. Воины воздушных сил вооруженных сил Украины уничтожили самолет дальнего радиолокционного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22. Благодарен воздушным силам за отлично спланированную и проведенную операцию в Приазовье. Россияне называют его глазами и ушами своей армии. А-50 – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Оборудован комплексом «Шмель». Таких бортов в российском воздушном флоте на начало полномасштабного вторжения насчитывалось не более девяти разной модификации. Но сколько из них было в рабочем состоянии – неизвестно. Именно эти самолеты ежедневно практически в течение двух лет собирали информацию в небе над Азовским морем. Когда идет вот этот большой ракетный навал, эта атака ракетная, в этот момент очень удобно выяснять и засекать все радиотехнические средства, устройства, связь, всего, что есть, эти точки. Потому что это те цели, которые в ближайшее время должны будут быть поражены. Самолет радиолокационного дозора и наведения А-50У. Им управляет экипаж из пяти пилотов. Именно эти люди отвечают за безопасность полета воздушного командного пункта, в помощью которого можно обнаружить ракеты и самолеты противника на дистанции в сотни километров. Еще с десяток ценных специалистов, обладающих уникальными знаниями и опытом, находятся на борту во время рабочего полета так называемого самолета «Гриба». Об их судьбе российское командование, как и о судьбе А-50, пока что молчит. Стоимость одного такого самолета колеблется от 330 до 500 миллионов долларов. Ну что, друзья, нынче Азовское море чистое как никогда. Готовимся к пляжному сезону на его побережье. По информации из разных источников, после того, как вооруженные силы Украины ударили по А-50, борт пропал с радаров над Азовским морем, где, скорее всего, и затонул. Аналитики считают, что из-за небольшой глубины обломки самолета найти будет несложно. А вот Илу-22 повезло немного больше. Это воздушный командный центр, вероятно, в паре помогал устанавливать цели на территории Украины и корректировал работу своей стратегической авиации. Ил-22 смог дотянуть до аэропорта Анапы, запросив помощи. Кремль традиционно о поражении своих целей отмалчивается, а российские пропагандисты, не желая признавать, что вооруженные силы Украины смогли сделать практически невозможное, заговорили о дружественном огне. Сейчас российские паблики весьма активно разгоняют объяснение данного ЧП, мол, это был «френдли файр» и не сработала система «свой-чужой». Дело в том, что пункт управления самолет-ретранслятор Ил-22 и ДРЛО А-50 день за днем второй год подряд летают одними и теми же маршрутами с целью обеспечения устойчивости связи, контроля воздушной обстановки и управления оперативно-тактической авиацией. То есть даже с неработающей системой «свой-чужой» эти самолеты должны были быть визуально на радарах операторов ПВО, как свои. К тому же самолет таких размеров, его скорость и высоту полета невозможно перепутать, например, с ракетой или истребителем противника. В воздушных силах Украины признали А-50, Ил-22 поразили они. И приоритетной целью был А-50. Какое вооружение использовали и как смогли преодолеть всевозможную радиолокационную защиту, пока не говорят, но военные эксперты предполагают, что это мог быть американский П-3. К слову, подобный борт А-50 прошлой зимой уже получил повреждения на аэродроме Мичулище в Беларуси. Тогда партизаны запустили дрон и вывели из строя радиолокационную систему «Шмель». После передислокации воздушного судна в Россию его дальнейшая судьба неизвестна.